Бабкину жестко высмеяли после поездки на Донбасс. Надежда Бабкина полностью продалась путинскому режиму. Надежда Бабкина, которая активно поддерживает войну в Украине, охотно путешествует на Донбасс, где занимается пропагандой. Рустам Солнцев в своей авторской программе на YouTube высмеяла артистку. Досталась Бабкина от шоумена и за имидж, и за якобы нереализованный творческий потенциал. Дети вышли из катакомбы, и тут они попадают в руки к кому? Наде Бабкиной. Как вам вообще такое? И тут их видит заслуженная артистка Надя Бабкина в девичестве Заседателева. Какая мать захочет, чтобы ее ребенок вышел в объятия Бабкиной и ее театра? Какая сумасшедшая захочет, чтобы ее ребенок имел дело с Бабкиной и Красовским? Она по-прежнему упырь. Она была упырем и упырем останется. Она упырем-фриком уйдет к праотцам, не спев ни одной приличной песни. Ни одной. У нее поле непаханное было брать русские песни и петь их в новом формате, в новой обработке. Казачка Надя черта не боится, сиськи в разнобой. Вот это вот оно? задался вопросом солнца. Напомним, ранее Бабкина нагло и задорно, улыбаясь, морщинистым лицом стояла на фоне развалин драмтеатра, на которой русские оккупанты сбросили бомбу 16 марта нынешнего года. Певица из РФ Надежда Бабкина, известная своими низкопробными псевдонародными песнями, которая упорно поддерживает развязанную диктатором Путиным войну в Украине, устроила сверхциничную фотосессию во временно оккупированном Мариуполе. Она нагло и задорно, улыбаясь, стояла на фоне развалин драмтеатра. Вчера мы с ансамблем «Русская песня» добравились до поселка Володарская Донецкой Народной Республики. До этого заехали в Мариуполь, где побывали в здании разрушенного драмтеатра. Но об этом я расскажу отдельно. Цинично писала в сети Бабкина.